Новости Таллина 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 Или вакцинировались хотя бы одной дозой, или переболели. И все-таки мы надеемся, что к концу августа мы достигаем 70% взрослого населения вакцинирования двумя дозами. Это дает гарантию. В следующий вторник правительство обсудит весь пакет остающихся ограничительных мер. С учетом эпидемиологической обстановки в дальнейшем можно будет убрать временные ограничения на проведение мероприятий или работу заведения общепита. Также можно будет увеличить предельную численность участников различных мероприятий. Важно лишь сохранить целостность и направленность пакета. На уровне Евросоюза достигнута принципиальная договоренность об открытии границ. Но даже соседняя Финляндия не спешит упростить порядок пресечения своей границы. Эстония, Латвия и Литва заинтересованы воссоздании прошлогоднего Балтийского пузыря. Работа идет, но шагов на уровне МИДов пока не сделано. Появление европейского ковид-сертификата позволит перевести открытие границ в практическую плоскость. Но у разных стран даже внутри ЕС существуют различные правила, касающиеся и вакцинации, и переболевших вирусом. Но все же актуальная задача решается, и правительство может начинать готовиться к осени. У нас еще остаются текущие темы для обсуждения, ведь некоторые ограничения еще действуют. Как двигаться дальше? Мы также собираемся использовать лето для того, чтобы картографировать накопленные уроки и быть готовыми к осени. Сегодняшняя коронавирусная статистика позволяет спокойно провести лето, что не означает, что вирус окончательно побежден. К тому же, если для рядовых граждан лето – период отпусков, отдыха и восстановления психологического равновесия, то политикам она сулит напряженные переговоры по выбору подходящего кандидата на пост президента страны. Выборы начнутся в конце августа. Но чтобы они завершились на уровне Риги Когу, будущий глава государства должен заручиться поддержкой двух третей голосов парламентариев. Пока такого кандидата не видно, хотя на пресс-конференции правительства представители правящей коалиции заверили, что собираются сделать все возможное. Михаил Вадисалев, Петер Улевань, Новости Таллина. Когда произносятся слова о заседании Союза врачей, невольно представляешь себе зал в какой-то из больниц, наполненной людьми в белых халатах. Но, похоже, нашим медикам после такого труднейшего и даже героического года захотелось вырваться из привычных интерьеров и отправиться на природу. Но хотя встреча проходила на веселой площадке Качели в парке Рукальмары, темы там поднимались очень серьезные, в чем убедилась Лина Туровская. На очередном, пусть и столь необычном собрании Таллинского союза врачей, основной повесткой дня наконец-то был не коронавирус, а другая медицинская тема. Обсуждение проекта строительства Таллинской больницы не прекращалось даже во время пандемии, а сейчас уже можно приступать к детальной планировке. По словам мира Таллина Михаила Кылварта, который встретился с врачами, чтобы и обсудить ход строительства Таллинской больницы, пандемия ковида обнаружила уязвимые места отечественной медицины, и эти проблемы невозможно решить без создания современной системы оказания медицинских услуг. Мы еще более мотивированы, чтобы этот вопрос решить. Сегодня на встрече с врачами я лишний раз убедился, что есть понимание необходимости реализации этого проекта. Речь не идет о строительстве просто нового здания. Мы говорим о современных медицинских технологиях, мы говорим о качестве предоставления услуг, мы на самом деле говорим о будущем медицины. Конечно, перспектива работать в суперсовременном медицинском центре с новейшим оборудованием нравится всем. Но когда идет масштабная перестройка больничной системы, сразу возникает множество вопросов. Например, все ли сохранят свои рабочие места. Что-то, наверное, будет по-другому, но для того и проводятся встречи, чтобы сообща решать проблемы. Ну, как всегда, такие большие проекты, я считаю, что в самой славе места это отношение между специалистами, между людьми. Потому что это понятно, чтобы не все выиграют. Может быть, кто-то и потеряет что-то. Но если смотреть большую картинку, то сомнений нет, чтобы эта новая организация будет намного эффективнее и, я думаю, будет это ресурсы более эффективно использовать. Новые условия требуют от людей адаптации. Это все понимают и уже сейчас задумываются о том, что нужно будет свыкнуться с другим форматом работы. Ведь это означает, что объединятся Ляйна Таллинская и Ида Таллинская больницы. По мнению мэра города, именно для этого и нужно поэтапное объединение. Больница должна быть построена в течение семи лет, а думать о кадрах нужно уже сегодня. Сейчас город ожидает решения Европейской комиссии о дополнительном финансировании. Городские власти надеются, что и государство найдет средства для поддержания этого важного проекта. Но уже разрабатывается детальная планировка. В июне будет готов проект медицинских технологий. По условиям предоставления европейского финансирования, строительство больницы властными, равных которой по размеру и объему услуг никогда не было в Эстонии, завершится к 2026 году и в 2027 году уже должны предоставляться медицинские услуги. Лена Туровская, Март Эйнло, Новости Таллина. Хотя о летнем зное пока говорить рано, да и вода в водоемах не прогрелась выше 7-8 градусов, летний сезон уже открыт. Народ массово отправляется на хутора и дачи, и у многих в багажниках лежат бутылки сгорячительным, чтобы, как кому-то кажется, улучшить свой отдых на природе. И вряд ли те, кто пакует пивные ящики и бутылки для пикников, задумываются над тем, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, они могут стать жертвой ДТП или несчастья на воде. Так что начавшаяся кампания «У тебя есть сила воли» подоспела очень вовремя. Она направлена на предупреждение ДТП и несчастных случаев на воде, связанных именно с алкогольным опьянением. И о ней мы поговорим с нашей гостью у нас в студии, старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхевской префектуры Марина Алексеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина, сразу несколько департаментов призывают нас проявить силу воли. Кто же должен проявлять свою силу воли? И, как я понимаю, это связано в первую очередь с алкогольным опьянением. Да, кампания действительно связана с алкогольным опьянением, с тем, как предотвратить эти случаи несчастные, которые связаны с злоупотреблением алкоголем и, естественно, которые ведут за собой то, что человек может сесть в нетрезвом состоянии за руль или пойти купаться в пьяном состоянии, что, в общем-то, может привести и к смертельным случаям. И в этот период, кстати, полиция тоже задерживает такие даже рекордно, можно сказать, большие количества нетрезвых водителей за рулем, в том числе и по сообщениям граждан, которые оповещают о таком водителе с сомнительным стилем манеры езды. Кто должен проявить волю? В компании, например, должны выбрать трезвого водителя, кто-то должен отказаться, а это бывает не всегда просто. Что же делать? Ну, в первую очередь, проявить волю должно, конечно, окружение, близкое окружение того человека, допустим, который рядом находится в пьяном состоянии, который собирается, может, там, сесть за руль. То здесь зачастую в компании происходит так, что не хочется идти на конфликт или на ссору, и, в общем-то, иногда может закрываться на эти глаза. Вот компания как раз-таки своим таким призывом говорит о том, что здесь нужно проявить твердость, и если, допустим, один человек вмешивается и не может справиться, то тогда можно, в общем-то, даже позвать на помощь других участников этой компании с тем, чтобы избежать дальнейшего какого-то несчастья или трагического случая, которое может даже и смертью закончиться. Проще говоря, в ходе компании можно получить реальные советы, как вести себя и как вести себя в критической ситуации, и что делать? Да, на страничке selkrog.ee все эти советы описаны психологами, и в основном это три основные рекомендации. И я бы сказала, что, наверное, основная, самое главное, что если празднуется какое-то событие, заранее стоит обговорить правила, и заранее стоит вызвать трезвого, вызвать или выбрать трезвого водителя, чтобы в дальнейшем избежать вот этих вот ненужных, может, ссор и конфликтов. Но если уже какая-то ситуация критическая, и действительно уже никаких возможностей не справиться с пьяными, скажем, участниками этой вечеринки, то в этом случае даже стоит вызывать полицию, чтобы, скажем, опять-таки, избежать каких-то серьезных опасных случаев в дальнейшем. Хорошо, конечно, если удается договориться, но если ситуация критическая, можно прятать ключи, можно как-то... Да, на самом деле это хороший, в общем-то, такой ход. Вот, действительно, можно и спрятать ключи от машины, особенно если вы знаете, что, допустим, в вашей компании есть люди, которые могут действительно, выпив алкоголь, они склонны к таким действиям, к опрометчивым поступкам, то это, конечно, будет не лишним, не оставлять их на видном месте. Понятно, что в ДТП пьяный водитель попадает с высокой долей вероятности, это очень опасно, но здесь же, опять-таки, можно и говорить, что пьяному море по колено, и можно отправиться и купаться в нетрезвом состоянии. Да, абсолютно верно, так это чаще всего и происходит. Но здесь, в общем-то, опять-таки, проявить силу воли следует этому человеку до того, как он начал пить, например. Если он пить не собирается, то есть он может твердо просто сказать в компании, то есть придумать какую-то причину, и, как советуют психологи, даже потренироваться заранее, то есть почему он не будет употреблять алкоголь. Бывают и такие ситуации, когда человек знает свою норму и границу, он не хочет пить больше, но под влиянием других членов этой компании, то есть он просто не всегда останавливается. И в этом случае вот именно силу воли проявлять нужно вот в эти моменты. А другая сила воли и твердость такая требуется, конечно, опять-таки, окружению, чтобы помешать удержать этого водителя или такого потенциального, который хочет сесть за руль, хочет, или, скажем, того, кто хочет отправиться купаться. Потому что эти самые такие основные несчастные случаи происходят, как я уже сказала, на воде и на дорогах. Ну что ж, будем проявлять этим летом силу воли, и хочется верить, что статистика будет гораздо лучше, чем в прошлом году. Спасибо. Спасибо вам. Давайте согласимся со старшим комиссаром Центра надзора за дорожным движением Пыхевской префектурой Мариной Алексеевой, что наступившим летом каждый из нас может помочь эти цифры уменьшить. Нужно только проявить волю, к чему и призывает нас и наши гости, и начавшаяся кампания «У тебя есть сила воли». А мы продолжаем выпуск. Горожанам во всем мире надоело жить в каменных джунглях. Да и Евросоюз недавно обратил внимание местных властей, строительных компаний, архитекторов на необходимость зеленого благоустройства именно городов. Вот и Таллин помогает квартирным товариществам в благоустройстве и озеленении пространства. Речь идет о красивом проекте под названием «Зеленый двор», о котором расскажет наш садовод Илья Бань. В последние годы в городском пространстве Таллина все чаще можно заметить посаженные горожанами цветы и зелень, клубнику и овощи. Люди оригинально и находчиво оформляют не только садовые, но и огородные уголки. Город, борющийся за звание «Зеленой столицы континента», не мог не поддержать это движение. Власти Таллина компенсируют до 60% расходов, связанных с озеленением дворов. И получить можно до 600 евро для одного многоквартирного дома за год. Эта идея понравилась, судите сами. Только за первые пять месяцев этого года такой прекрасной возможностью уже воспользовалось 51 квартирное товарищество, где также занимаются садоводством и озеленением благодаря специальному проекту «Зеленый двор». И не надо бояться бюрократии. Процедура рассмотрения ходатайства квартирных товариществ упрощена и ускорена. А сроки подачи сокращены. Были бы только энтузиасты, готовые превратить свой двор в маленький шедевр парковой архитектуры. Проект «Зеленый двор» предусмотрен для квартирных товариществ и их членов. Приятно же оживить дворовую территорию, сделать ее красивее, более зеленой, яркой и даже более безопасной. Ведь деньги здесь компенсируют не только на посадке кустов и цветов, но также, если вдруг надо отпилить ветки или даже спилить мертвое дерево, а затем удалить пень, что недешево. Напомним, что в рамках проекта «Зеленый двор» в этом году город принял решение поддержать инициативных жителей и продлить сроки подачи ходатайства. Теперь заявление о предоставлении субсидий «Зеленый двор» можно подавать в течение двух календарных месяцев после выполнения работ. А не одного месяца, как это было ранее. Анне – активная жительница и член одного из квартирных товариществ района Мустамя. Пользуется помощью города уже не первый год подряд. В этом году мы высадили все эти фиалки, 96 штук. Это мы сделали еще в апреле. И, как видите, они отлично держатся, так как у нас на этой стороне солнце всего полдня. Я сама вот только из магазина купила семена газона. Это уже заложим в следующий проект. В прошлом году мы участвовали в нескольких проектах и высаживали цветы весной и летом. Город понял эту новую тенденцию и теперь с помощью субсидий можно купить и установить вазоны и подвесные вазы для цветов, ящики и ограды для грядок, геотекстиль и покрытие для защиты почв, декоративные камни, да мало ли что могут нафантазировать садоводы. Главное, чтобы это вписывалось в условия программы «Зеленый двор». Важно знать, что подавать заявления для получения субсидий можно круглый год, до тех пор, пока не закончатся бюджетные средства данного проекта. Так что не откладывайте с решением об озеленении своего двора. Илья Бань, Йонас Киммель, новости Таллина. Сегодня отмечается Международный день велосипеда. В Таллине этот транспорт уже давно пользуется огромной популярностью и город старается поддерживать и развивать велодвижение в столице. На этой неделе в центре города прошла перепись тех, кто использует этот легкий и экологичный транспорт, чтобы убедиться, что выбранные маршруты являются безопасными для наших велосипедистов. Таллин разработал решение, благодаря которым для передвигающихся по центру города велосипедистов будут созданы более 16 километров безопасных полос и маршрутов. Уже этим летом появятся более удобные и безопасные условия для передвижения на велотранспорте вокруг старого города и в центре столицы. Конечно, велодорожки есть в каждом районе города. Однако в центре Таллина, где дороги серьезно загружены автотранспортом, велосипедистам порой приходится очень тяжело. Поэтому Центр компетенции городской среды организовал в столице на самых оживленных перекрестках перепись велосипедистов и тех, кто использует самокаты и другой легкий транспорт, чтобы проверить, насколько велика вероятность, что поездка пройдет без дорожных происшествий и какие варианты могут в будущем дополнительно помочь обеспечить беспроблемный проезд любителей этого транспорта. Таллиннский стратегический центр мониторит движение велосипедистов в столице. Причина нынешней переписи состоит в том, что Таллинн принял решение о расширении возможностей для велосипедистов в центре города. И мы хотим посмотреть на ситуацию сейчас, до изменений, и такую же перепись проведем осенью, когда будут проложены дополнительные велодорожки. В центре города предусмотрено почти 4 километра новых отрезков велосипедных дорожек. Работы по улучшению возможностей велодвижения в центре столицы пройдут в этом месяце. Но и это еще не все. Властными начинается реализация масштабного и долгожданного проекта. Осенью начнется строительство велосипедной дорожки, которая свяжет парки Кадрёрк и Тондираба. Сегодня же погода сделала все, чтобы любители покрутить педали смогли отметить Международный день велосипеда отличным велопробегом. Что и сделали многие жители Таллина. Вадим Алышкин, Марта Эйнло, Новости Таллина. И радостная новость для любителей спорта. Все больше спортивных соревнований получают разрешение на организацию их в Эстонии. Так, местная ассоциация легкой атлетики получила право на проведение чемпионата Европы среди юниоров. Соревнования запланированы в Таллине с 15 по 18 июля на стадионе Кадриорг. Ожидается, что в столицу приедут участники и их сопровождающие из 48 стран. Всего почти 2000 человек. Тему продолжит Сергей Вченков. Главное событие чемпионата Европы по легкой атлетике Ю-20 развернуться на стадионе Кадриорг, но вдобавок к этому на Европейском чемпионате требуется и наличие стадионов для тренировок. Для чего будет арендован стадион Мустамяйской немецкой гимназии и стадион Талтех. У нас уже есть опыт столь крупных соревнований, ведь Таллин уже очень успешно проводил аналогичный чемпионат в 2011 году. Буквы и цифры в названии чемпионата Ю-20 означают, что принимать участие в нем могут легкоатлеты в возрасте до 20 лет. Но при этом столичные власти полагают, что сразу же после вышеупомянутого чемпионата в категории до 20 лет будет возможно провести соревнования по легкой атлетике в категории до 23 лет. По крайней мере, эстонская ассоциация легкой атлетики подготовила все необходимые документы и направила их Министерству культуры. То, что вот сейчас мы в июле сможем провести сразу подряд два крупных легкоатлетических соревнования для спортсменов до 20 лет и для спортсменов до 23 лет, это для меня вообще на самом деле очень знак того, что у нас все налаживается, что жизнь возвращается в нормальное русло. И дай бог так оно и будет и дальше, и осенью нынешнего года тоже. Вопрос о возможности провести дополнительный чемпионат Европы по легкой атлетике в категории до 23 лет возник не на пустом месте. Дело в том, что такое соревнование должно было пройти в Норвегии. Но в силу различных причин там его реализовать было невозможно. Поэтому эстонский союз легкой атлетики задумался о том, насколько это реально сделать в Таллине. Это трудно, это нелегко организировать две почти одинаковых, но в два раза больше костей, в два раза больше спортсменов, тренеров, других. Это нелегко организировать, но мы, зная, что эти соревнования очень важны для этих спортсменов. Последние 15 месяцев выдались для нас всех очень тяжелыми. Из-за коронавируса и спортивный мир смог, пожалуй, быстрее всех подстроиться под необходимые ограничения, но при этом продолжая функционировать. И именно поэтому, как для самих спортсменов, так и для болельщиков, то, что летом будут проводиться большие спортивные мероприятия практически без ограничений, это как глоток свежего воздуха. Ну и не стоит забывать про то, что это также сказывается позитивно на бюджете. Но если отбросить в сторону финансовую составляющую, то важность подобных чемпионатов заключается еще и в том, что молодое поколение получает мотивацию обратить свой взор от экрана компьютера в сторону спортивных занятий. Сергей Вченков, Мартейнло, Новости Таллина. Хорошая погода, спортивная форма и отличное настроение. Вот три составляющие, которые понадобятся тем, кто летом хочет быть в хорошей физической форме. Ведь Таллин предлагает всем желающим, вне зависимости от возраста тренировки, на свежем воздухе с профессиональными тренерами. И это все абсолютно бесплатно. Тренировки на свежем воздухе в Таллине проводятся не впервые. Такой формат поддержки физического здоровья знаком многим таллинцам. И как показал опыт предыдущих лет, наши жители его очень полюбили. Вот и в этом году с наступлением лета стартовал сезон спортивных тренировок на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров. Так, сегодня в столичном районе Кристины прошла первая тренировка для взрослых. И, как отметил старейший район Янус Рибе, к его приятному удивлению, активных людей пришло гораздо больше, чем изначально ожидалось. Каждый год летом в парке Лёвенру проходят бесплатные тренировки на свежем воздухе. Это те самые тренировки, которые подойдут разным людям. Здесь у нас и ходьба с палками, упражнения на растяжку и многое другое. Движение – это здоровье. В Кристины много зеленых зон. Выходите на улицу и будем с пользой проводить время и наслаждаться природой. В рамках летних спортивных занятий будет и немало тренировок для подростков. Попробовать свои силы можно будет в таких видах спорта, как волейбол, футбол и баскетбол. Помимо игр с мячом, запланированы также и тренировки на самокате. Цель этих занятий – побудить подростков к регулярной физической активности и предложить столичной молодежи возможность проводить досуг по спортивному. Как показали исследования, для обеспечения хорошего настроения и бодрости тела и духа, человеку необходимо активно двигаться не менее одного часа в сутки. И почему бы не провести этот час на спортивной площадке, закидывая мяч в корзину вместе с друзьями? Лето пришло, лето уже здесь, и надо провести его спортивно и весело. Я жду ребят на тренировки по баскетболу. Сделаем это лето активным. Тренировки будут проходить на спортивных площадках во всех частях города. Вся информация о том, где, во сколько и какая тренировка состоится, есть на сайте Таллиннского департамента культуры и спорта. И, конечно же, всегда за информацией можно обратиться в районную управу. Стоит отметить также, что на спортивные занятия ждут абсолютно всех желающих. И тех, кто занимался спортом, и тех, кто по каким-то причинам ранее не смог приобщиться к физической культуре. Дополнительной регистрации не требуется. Достаточно достать из шкафа кроссовки и позвать друзей. И как бы банально это ни звучало, но все равно спорт – это жизнь. Вадим Малышкин, Мартейнло, новости Таллина. Наверняка у многих с утра уже было хорошее настроение, потому что маски можно было отложить. Хотелось бы навсегда, но даже хорошо, если на время. Точно так же и солнечная погода, конечно, не установится навсегда, но пусть порадует нас на долгое время. А сбудется ли это пожелание, об этом узнаем прямо сейчас из Метеопрогноза. Субтитры предстоящей ночью. В субботу днем возможен ливневый дождь, температура воздуха от 19 до 21 градусов тепла. В ночь на воскресенье преимущественно сухая погода, температура от 8 до 11 градусов тепла. В воскресенье днем возможен ливневый дождь, температура плюс 20, плюс 22 градуса. И это все на сегодня. Но новости продолжают поступать. А мы продолжаем за ними следить, чтобы рассказать нашим зрителям, но уже в следующем выпуске программы «Новости Таллина». Мы вернемся в эфир завтра в 21.00. А на сегодня я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и желаю вам прекрасного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова